Здравствуйте, продолжаем изучение законов Лошонара, 30-й день. Негативный отзыв, если не говорится, о ком он, не является Лошонара. Однако все формы Лошонара без названия имени запрещены, если и без имени можно догадаться, о ком идет речь. Бывает, часто говорят, тут есть один человек, я тебе, правда, не распространяю такую гадость, скажу, я имени, конечно, не назову, но все поймут, кто это. Это Лошонара. Но если непонятно, о ком идет речь, то это не является Лошонара. Если не могу догадаться, соответственно. Лошонара без названия имен запрещен, если информация плохо характеризует целую группу людей. Сказать, все вот эти товарищи из этой синагоги, они там все такие-сякие. Это будет Лошонара. Или просто те, кто ходит, не все, а люди, которые посещают эту синагогу, они там такие-то. Очень часто встречаются, нужно очень остерегаться, потому что просить прощение – большая проблема. Пойди найди всех, кто ходит в эту синагогу, или всех, кто относится к этой группе, или к такому течению, и так далее. Целое непонятно, как это вообще исправить. Критический отзыв о безымянном ученике Ешивы, например, может бросить тень на всех ее студентов. Высказание, допускающее такое следствие, представляет собой самую серьезную формулу Лошонара, потому что касается множества евреев. Ты знаешь, в Ешиве есть ученик, который там такой-сякой, да? И будут думать про каждого из них, да? Ты бросаешь тень на всех. Зор в разделе «Хукат» говорит, человек, тщательно избегающий запрещенной речи, облекается духом святости. Медраж Танхума сообщает, святой благословенный он сказал, если хочешь избежать пламени гейнома, чистилища Адана, отдаляйся от Лошонара, тогда ты будешь причислен к достойным людям и в этом мире, и в будущем. Тор учит, не ешь мясо животного, разорванного в поле, брось его собаке. Это в книге «Шмот» написано. Вообще-то такое мясо решается использовать и по-другому. Но Тора рекомендует бросить его собакам. Почему? В награду за то, что они не подняли лай, когда евреи ночью выходили из Египта. Творец никого не решает заслуженной награды. Беспредельно награды человеку, который по собственному выбору отстраняется от запрещенной речи, говорит Михельта на главу Мишпатим. То есть человек, который один раз держался и не происказал Лошонара, это великая плата, великое дело, это оно того стоит, чтобы хотя бы один раз держаться и каждый раз в два раза еще лучше и так далее. Нужно фокусироваться на позитивном, а не на негативном. Не на том, сколько раз мы сказали Лошонара, а сколько раз у нас получилось не сказать, тогда нам будет намного эффективнее. Спасибо большое. Хорошего всем дня.